Привет, друзья! С вами Сейн Сэн, и мы начинаем проходить восхитительный Heavy Rain на PS4. Буквально на днях вышел ремастерит этой игры, и я непременно спешу поделиться этой историей с вами. Серии я буду записывать в необычном формате, в формате сериала. То есть в начале серии мы будем видеть краткое содержание предыдущей серии, а в конце — небольшие спойлеры к следующей части, чтобы подогреть интерес и ваши ожидания. Ну что ж, нас ждет первая серия. Поехали! Эта история начинается для нас ранним субботним утром со знакомством с одним из персонажей игры в виде маленького своеобразного обучения. Здесь нам покажут все к доступной кнопке, и буквально за руку проведут от точки А в точку Б, рассказывая того, что мы можем и чего нам не позволено. Следующие несколько эпизодов тоже будут своего рода обучением, и потом уже сюжет начнет развиваться со стремительной скоростью. И так... Никаких экшн-сцен, никаких диверских перестрелок нас не ожидает. То есть все даже самые напряженные драки здесь будут проходить нажатием двух-трех кнопочек буквально. Хоть они будут напряженными просто потому, что ты будешь искренне переживать за персонажа, но... Тем не менее, игра такая очень лояльная к игроку, и челленджа ему, в принципе, не представляет. Здесь эмоции. Главное в этой игре — это эмоции. В любой момент мы можем обратиться к мыслям нашего персонажа и подумать, что... Посмотреть, точнее, что же сейчас хочет от нас, и это будет нам подсказкой, по сути, к следующим действиям, если вдруг мы заплутали и не знаем, куда теперь идти. Так, что-то можем посмотреть. Любой предмет, который подсвечен стрелочками, можем посмотреть, взять руки и так далее. Очень непривычно ходить не на стик, а на кнопочку R2 это просто удивляет. Но через минут 10-15 ты буквально привыкаешь, и уже никаких проблем с этим не будет. Так, записочка от жены. Подняли, положили. Здесь каждое действие приведется буквально прожимать стрелками. То есть взяли ручку, нажали на ручку, отпустили ручку. Все это три отдельных прожимания кнопочки. Так, птица. Милаха. Так, наш персонаж хотел в душ. Так, чистим зубы. И вот сейчас нам показывают еще одно из основных действий, которое будем делать по ходу дела. Это трясти джойстик физически руками. То есть вот как показано здесь, так нам нужно будет это делать в реальности. Главное не делать это вверх-вниз, а просто спокойно трясти его лево-вправо. Ну, это здесь вверх-вниз в определенных действиях. То есть сейчас нам нужно просто это делать не останавливаясь вверх-вниз. То есть это добавляет очень много необычных ощущений, когда нужно двинуть там какому-нибудь противнику в морду. Ты должен реально двинуть джойстик, и его хочется просто выкинуть в бок на метр какой-нибудь, лишь бы посильнее ударить. И ближе к концу, когда там совсем эмоции просто за край, этот джойстик действительно держишься своими руками, чтобы только его не выбросить. И вот сейчас в этих моментах нужно его двигать как бы аккуратненько. То есть плавно. Если двигать вот слишком быстро, можно порезаться, и будешь просто вложать сцену. То есть на низких сложностях этого нет, а вот на средней и высокой сложности прохождения здесь нужно делать уже все аккуратно. Иначе можно просто сфейлить сцену. И это тоже добавляет требования к вниманию. В многих сценах там много разных сочетаний. Нужно где-то держать кнопочку, где-то прожимать ее, где-то вот аккуратно делать. И так как там размышления дают буквально долю секунды какую-то, то это все вообще приобретает такой и с дистанцией нельзя отвернуть. То есть если вы сфейлили, все. Никаких поблажек вам не будет. Графика по сравнению с версией PS3 улучшилась, но незначительно. То есть они скорее натянули честные 1080p, сделали текстурки, подретушировали и так далее. Но она все еще выглядит игрой уже пятилетней давности, грубо говоря. И свой отпечаток на этом всем остается. Однако не графика эта игра важна. Здесь, пожалуй, эмоции, как я уже говорил, играют. Да что ж такое. Я сейчас уже перед микрофоном и очень неудобно. Вот да. Чтобы не попадать по нему руками, приходится тогда аккуратненько все это делать. Я как бы трясу его одной рукой, соответственно, иногда дергаю вверх-вниз и он сфейливает. Так, все, мы умылись и идем одеваться. Я, друзья, как вы можете понимать, уже проходил эту игру полностью на PS3, поэтому сюжет я знаю. Хотя и подзабыл уже, но в целом основные интриги я знаю. И спорить я вам их не буду, потому что здесь сюжет одноразовый, по сути. То есть второй раз проходить его интересно, но он уже на большой промежуток времени. Если я вам заранее скажу, что будет, желание смотреть у вас никакого не возникнет. Будем проходить из расчета на то, что я все знаю, но молчу об этом. А вы мне искренне верите и думаете, что я делаю все не специально. Я действительно буду делать все так, как прямо сейчас будет получаться, без зазора на следующее продолжение, на то, что нас ждет в следующем эпизоде и так далее. То есть как мне захочется сейчас поступить, так я и поступлю. Да, анимация, конечно, божественная, просто невероятная. Так. Мысли. Что у нас сейчас товарищ хочет в сад? Отличная погода. Отличная погода. Ну да. И работа. Пока Грейз с детьми не вернулись, надо поработать как следует. Давайте-ка найдем место, где можно себе поработать немножечко. И как раз этим видно, тут какой-то праздник затевается у нас. Ну, явно дети будут праздновать. Так, мы можем включить камеру. Камера, к сожалению, только статичная. То есть мы не можем сделать больше двух ракурсов обычно на одну сцену. Но этого и не требуется. Полазим в книжки. Сейчас это дает маленький намек на то, кем мы работаем. И вот как только мы сядем за наш рабочий стол, все будет прекрасно понятно. Так. И наш рабочий кабинет. Карандаш в руки и чертим себе супер мега ровные линии без линейки. Ну, прям вообще мастерский скилл. Расчерчиваем линии перспективы. Так, сейчас нам объясняют о том, что мы должны сделать. Так, аккуратненько. Если отвлекаться на экран и смотреть, что он реально делает, можно просто пропустить эту кнопку и не заметить ее. Либо просто задуматься и не успеть нажать. Получите косяк, который уже как бы тут не поправить. Так. А что мы можем дальше это сделать? А, дальше нам уже, оп, аккуратненько. Здесь надо не спеша прочертить. Так. Так. А, Татас фейлил. Нет? Все в порядке. Слишком быстро. Здесь я успел руку отдернуть. Ну, конечно, все это обучение. Нам еще никаких штрафов к этому всему не определяет. Здесь мы должны держать кнопочку. Долго держать. Потом прожимать еще разные кнопки. Здесь понадобятся все руки. Потому что, ну, видите, три кнопки можно нажимать. Если там четвертый еще просит зажать какой-то там квадрат, например. Ты уже держишь так, что неудобно. Но тебе все равно еще что-то просят. И там такой, ааа, чем делать? Хоть ты носом зажимай. Так. Прожимаем кнопочку до тех пор, пока действие не будет выполнено. Ну, в принципе, ничего необычного в этом всем нету. То есть, в любой игре такой же был. Или стандартный QTA-момент, где нужно просто прожать кнопочки. И все сделается. Но делать это все равно здесь интересно. И до конца самой игры не надоедает. Действия разнообразные. И сцены тоже совершенно не похожи друг на друга. Отлично. Трясем джойстик, что есть в Мочи. И эта вот сценка сейчас напоминает, знаете, пособие на Ютубе для тех, кто учится рисовать. То есть, нарисуйте круг, шаг 1. Шаг 2, нарисуйте сову. Все. Вы молодцы, вы художник. Здесь то же самое. Буквально две линии и картина готова. Я даже не ожидал, что настолько резко все станет красиво. То есть, он как бы... Так. Прожимаем. Прокручиваем полный круг стиком. И подпись готова. Работа идет хорошо. К понедельнику закончим. Отлично. Кофеё бы ему накинуть какое-нибудь? Есть там что-нибудь у него из желаний про кофеё? Нет, пока он не хочет ничего. Так. Давайте посмотрим, что он там. Так. Отлично. Работа. Хорошо, что я все сделал. Можно наслаждаться праздником. А кто-то мог бы сидеть и просто полениться что-нибудь сделать. Например, бродить по комнате пока... ...сцеляющая сцена не начнется. Так. Дело к обеду. Дело к обеду. Ага. Хорошо. Кофе. Я бы прикончил чашечку кофе. Отлично. Давайте прикончим чашечку кофе. Я только за. Где здесь? О, вот и кофе. Так. Нет, это не кофе. Это холодильник. Закрыть холодильник. О. Вот кофе. Там, там. Сейчас только что, по-моему, нефть полилась. Это что? Горячая, раскаленная нефть. Чувак, не пей это. Ну, это не было похоже на кофе. Да, здесь, кстати, с анимацией жидкости вообще большие проблемы. Ну, в те времена вообще в соцграфике были проблемы. Когда я с первого раз увидел эту игру, для меня это и так было. Давайте еще накинем на горячий кофе сока ледяного из холодильника. Привет, зубы. Оп. К тому же он пьет из банки. Это тоже привет семье. Они потом будут пить покисший сок. Джейсон. Да, тут тортик для Джейсона. То есть нам намекают на то, чей это праздник. Так, ну что? Еще что-нибудь нужно делать? Так, телевизор. Что идет по телеку? Да не хочу смотреть, что идет. Сяду-ка я на диван и спокойно дождусь Грейс здесь. Сяду-ка на диван и спокойно дождусь Грейс. Ну, давай. Что? Я не против. Так-то... Так-то не очень хочется мой телек, но посмотрим. Ладно. Оп. Оп. Такое чувство, что телек там 17 дюймов каких-то. А, включили-выключили. Ну, окей. Ау. Шестиком провод дернул. Так. Музыка. Тепло. Тепло. Здесь задохнуться можно. Свежего воздуха. Ну да. Свежего воздуха. Кстати, да. Надо проветрить здесь. Пожалуйста. Куда нам идти нужно идти? Занятный, кстати, у чувака домик, я вам хочу сказать, друзья. Так. Джедайские сабли. Тише. Да гладь. Это у нас что? Самолётик? Как классно бросать вещи. Бросать джойстик. Ну, не бросай его, буквально, конечно, но дергать джойстика на самом деле очень необычное ощущение. Если бы в многих играх нужно было бросить гранату, бросив джойстик, вперёд выбросив его руками, немножечко, было бы очень классно. Освердно и так далее. О! Какой довольный папаша. Эй, осторожней, ты меня с ног собьёшь. Ах, сегодня важный день, а? Я теперь взрослый? Хм, десять лет ещё не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль? Боюсь, с этим придётся чуток подождать. Итан, не возьмёшь сумки? Ха-ха, я иду. Сейчас будем использовать всю пятерню, наверное, да, чтобы это как-то удержать или нет? В кнопок хватит? Ну, ладно, здесь в кнопок хватит. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Да, отлично, отлично поработали. Ещё как удалось. Осталось обдумать пару деталей, и можно демонстрировать чертежи клиенту. У меня тысяча срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Ну... Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Сок. Конечно. С радостью. Так. Тарелочки. Оп. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Сейчас как дернем. Классно. Хотя я вам это не буду, как оно тут реализовано. Но... Знаете, что просто можно смотреть, и эта тарелочка немножечко упадёт. Так. Оп. Так вот. Ко всей моей любви к этой игре можно выделить одну большую претензию, которая вначале вызывала дичайшее отражение. Это дети. Они настолько тупые здесь, что просто хочется их выгнать из дома и запереть в чулане. Ребёнку сколько? 10 лет? Или 13 лет? Я не знаю. 10 лет, по-моему, становится, да? Сейчас. И он не знает, можно ли управлять машиной. Да я помню себя в 10 лет. Нормально я себя как бы осознавал, что я маленький, чего мне можно, чего нельзя. Я не взял розетку и так далее. Я слушался родителей более-менее. Ну то есть... Дети в наше время в доту уже играют на хардкоре в это дело. А тут ребёнок не может понять, что ему нельзя садиться за руль. И он искренне это спрашивает. И так дальше себя они тоже будут вести. И это вот очень сильно раздражает. Но, благо, на это выделено совсем немножечко... Так. Здесь интересные вещи происходят, друзья. Ну да, вот. А то ещё дети застукают. Я должна заняться праздником. Вернёмся к этому разговору вечером. Так, друзья. Во сколько придут ребята? Около двух часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году? Выйду поиграть с детьми. Да. Вот. Давайте выйдем поиграть с детьми. И на этом, в принципе, наш первый этап с обучением, со всем обучением закончится. Ну, хотя... Дальше будет завязочка. И первая серия, наверное, это, наверное, подойдёт к концу. Мы будем делать серии, которые будут отделены персонажами. То есть, когда нам будут давать поиграть с одной персонажем, мы будем делать серию. Короткие либо длинные они будут в зависимости от того, насколько длинный будет эпизод с персонажем. Но чтобы вот так, кого мы хотим пощупать. Мы хотим пощупать ребёнка. Фу. Так. Квадратик. Полетели. Джойстиком наклоняем и можем управлять. Жалко, нельзя впилиться в стенку, чтобы там накатать малому синяков и так далее. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у любящая любящая семья а точно прокликивать же нужно лицевая анимация персонажей просто внушает ужас трепет и страх собственно как и дети сами по себе по себе дети кукурузы собственно так а сейчас нас подночет подучи здесь биться слегка то есть тренировочный бой посмотрим на что есть нужно будет делать на этой сложности то есть насколько тяжело будет прокликивать посмотрим да мы мы занимаемся избиванием ребенка я понимаю и джосик так классно дрожит когда мы можем сфейлить здесь можем фейлить а можем не фейлить и так как бы ребенок погибли либо проиграет не поддадимся маленьком засранцу кто играл в чего ли сейчас находит эти моменты все забавными хочется продолжение такого как обычно бывает там только пластмассовым чем конечно же так мы на полном серьезе сейчас соперничаем по силе с ребенком и хэдшот за стол дети идите есть как ребенок жестко еще сбежал так так шоан иди обедать шона нет сейчас приведу идемте придем шона у нас на самом даже должен быть моменты с поиском я друзья конечно же буду делать побыстрее если буду помнить где что находится а птичка умерла птичку жалко как говорил шурик ты что это самом деле сцена очень грустно и просто ну что ты шо конечно в этом нет твоей вины я бы все отдых чтобы он снова ложь знаешь шо есть вещи которые просто случаются как бы ты не старался так не честно папа не честно конечно 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 вот ребенок сколько там 8 лет был уверен что это он погубил птичку чем он ее блин погубил взял достал клетки из клетки положил на пол наступил ногой тогда да тогда он виноват ему стоит хотя плакать в каком деле не стоит на самом деле но в остальном уже не такой же маленький чтобы так тупить откровенно но это еще не вершина всей этой вот мути с детьми но на самом деле скоро мы с этим закончим и все будет хорошо дальше уже будет непосредственно драма там переживания и так далее то есть поступки там же не будут возле вызывать вопросов что что происходит и так далее какой страшный клоун если кто-то боится клоунов сейчас могут ложить кирпич просто потому что там еще потом плотненько так покажут это будет просто ужасно конечно мы никуда не пойдем идем мы конечно же как образцовый папаша внимательно следим за ребенком да у него зелененькая там кофточка мелькает нельзя упускать всего и в принципе рать постоянно джейсон джейсон мы не будем потому что мы и так знаем где-то джейсон а наш от нашего крика ему ни горячо ни холодно дать посмотрим как сердирует прям невидимые кубики бродят на самом деле но это вам не хитман хотя в хитмане старом тоже они также эгировали это новый хитманы где он там через толпу хоть как-то продирается но анчарта 4 в этом деле конечно просто вне конкуренции то что я видел на презентации просто невероятен в плане реакции персонажа когда в них стукаешься давайте вот этот клоуна которым я говорил он должен детей пугать а не привлекать джейсон папаша слава тебя далеко и подальше от твоей просьбы вообще нет видите я сразу же дал денежку и джейсон уже смылся да действительно где джейсон я купил ему шарик оборачиваюсь а он испарился испарился что значит испарился и малая шестеричка что здесь я найду его сейчас вернусь дети в этом возрасте одни через весь город в школу ездят иногда ну не конечно же это не не есть хорошо и не есть нужно да родители должны с моими детьми но блин если ребенок не в себе то что ты с этим поделаешь так давайте посмотрим что наш персонаж думает ой он сильно в панике он мог видеть куда пошел джейсон давайте опрашивать очевидцев в этот момент в самый раз только что прошли через текстуру через живого человека чуть не дезинтегрировали так джейсон где он там да красный шарик красный шарик ох ёлки-палки так можем ага вон шарики так где-то сзади да это ё-моё вы представляете как классно там ходить по покупкам по магазинам за покупками это же просто не протолкнуться пристаем к чужим детям там он на заднем фоне маячит шарик иди сюда мелкий шейсон твою мать шейсон ДИНАМИЧНОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНОМ ЯЗЫКЕ Джейсон! Джейсон! Боже мой, нет! Нет! Нет, Джейсон, боже мой, нет! Купили шарик, называется. Описать из-за идиотизма происходящего у меня лично, даже в первый раз, не было слов. Сейчас я точно так же смотрю, думаю, боже мой, он заслуживал смерти, да, это, ну, во-первых, сначала, когда мы смотрим, там есть как будто пешеходный переход, я проверял, потом, когда он уже идет через дорогу обратно, там нет пешеходного перехода, ну, хорошо, даже если его там нету, то, как бы, водитель не могла бы заметить, там большая прямая линия, у пацана яркий красный шарик. Ну, вопрос, почему изначально пацан вышел из здания и перешел дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу? Зачем он просто, что за мотиватор у него был? Ладно, перешел, так что ты потом развернулся и пошел обратно, потому что папа позвал, но, видимо, ты его ненавидишь, раз ты от него убегаешь из там здания, ничего не сказав и через дорогу к тому же. В общем, ну, я к пацану не испытывал никакой жалости, мне отца было жалко, мне мать было жалко, его брата может быть, хотя он тоже, там, не очень далекий паренек, но, то есть, поведение папы здесь можно, в принципе, оправдать, ну, да, потерял сына, там, не заметил, бла-бла-бла, сильно в шоке и запаниковал. Кто знает, если станешь отцом, не так себя будешь вести, но ребенок, и вот такого нужно дать на усыновление просто, и все, проблем меньше, как бы, и проходит уже много времени, два года, фактически, после всего этого дела, картинка сразу становится мрачной, темной, нам показывают пригород, собственно, города, о том, как у всех страшных кукол по лицу стекает тушь черная, фактически, вот бабушка точно кого-то убила в юности, по-моему, судя по лицу, вот, в шикарной, классной машинке, но замечательно, в принципе, все равно передана атмосферка полной безнадеги, грусти и так далее, то есть, дети гуляющие под дождем в мячик, это очень близко каждому, да, ведь я тоже часто, когда еще надел дождь, лентись, как из ведра, я брал мячик и шел гулять по лужам, кто этого не делал, это сарказм, друзья, если вдруг кто-то подумает, что... Все дети в Америке любят играть в дождь в мячик, в пухлых куртках, потому что, видите, нету телевизоров, компьютеров, смартфонов там, больше детей, парк, дождь, вы тоже возьмете своего ребенка, пойдете качать вам на качель, папа, я хочу домой, здесь мокрый, ничего, сыночка, качайся, все в порядке, ну, в общем, и так далее. Что ж, друзья, первая часть на этом подходит к концу, во второй нас ждут события, развернувшиеся спустя два года после смерти сына главного героя. Нам расскажут о том, как это повлияло на их семью, какие взаимоотношения строятся у отца с сыном, и дадут старт завязке основного сюжета, не пропустите, будет интересно. А я с вами прощаюсь, еще услышимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок